13 часов и уже почти 8 минут в Петербурге, у микрофона Лев Гальштейн, за звукорежиссёрским пультом Сергей Бабайкин, и у нас в гостях Юрий Болдырев, экономист, публицист, бывший заместитель председателя счётной палаты Российской Федерации. Добрый день, Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Я имею в виду, когда взорвалось на метропарк «Культура». Это, вы знаете, как раз пересадочная станция. Студенты едут в МГУ, там и другие университеты, расположенные в Юго-Западе. Здесь тоже самое. Удар был понесён по детям. То есть, конечно, это страшно. Это по самому больному, по самому болезненному и искренние соболезнования. Если говорить о том, что можно из этого извлечь, ну, общее место, что, конечно, без мощных, с одной стороны, там, правоохранительных органов, без спецслужб, имеющих глубоко разветвлённую агентуру, да, предупреждать это невозможно. То есть, нужно сильное государство с мощной системой защиты жизни наших детей. Это общее место. И второе, вот этот вечный спор о том, как вот по закону или по справедливости, да, хочешь, не хочешь, ведь здесь особенно ситуация в том, что это терроризм смертников. Это терроризм тех людей, которых не запугаешь. Тех людей, которые у них, может быть, верные или неверные, извращённые, но представление о том, что их обидели. В данном случае, если смертница была действительно вдова, там, какого-то другого террориста, то есть, хочешь, не хочешь, нужно стремиться строить общество, в котором максимальное количество людей признавали бы, что то, как мы живём, и есть справедливо. Потому что, если это несправедливо, или по представлению каких-то людей несправедливо, особенно людей, готовых отдать свою жизнь для того, чтобы кому-то отплатить, то, хочешь, не хочешь, мы будем дальше встречаться с такими вот страшными вещами. Ну, ещё раз соболезнования, естественно, родственникам погибших, пострадавших. Ну, ещё события сегодняшнего дня в Государственной Думе проходит второе чтение законопроекта, ну, которое, в частности, касается выборов в региональные парламенты, законодательные собрания, ну, в разных регионах это называется, по-разному. И там предлагается для всех субъектов Федерации увеличить количество одномандатников, то есть, пропорция 75% одномандатников, 25% по партийным спискам. А вот прошла поправка по Москве и Петербургу, городам федерального значения, дано на откуп местным парламентам. Ну, и многие комментаторы говорят, что это как раз сделано с тем, чтобы можно было в этих городах, в частности, в Санкт-Петербурге и в Москве, избирать только одномандатников. Как вы к этому относитесь? Ну, строго говоря, к интересам большинства людей это имеет минимальное отношение. Это чистая конъюнктура, чистая мимикрия. Если власть принимает решение о том, по каким правилам играть, она всегда принимает решение, что правила были максимальной степени в ее интересах. Последние выборы в Москве, действующий мэр, переизбравшийся, да, только что 8 сентября, он, несмотря на то, что он до этого был руководителем администрации президента Пухтина, да, руководителем Московской, единой России и так далее, выдвигался как самовыдвиженец, а не от Единой России, как будто оно отдельно, да. То есть, еще раз это мимикрия, там, такое хамелеонство, попытка в любых условиях создать условия максимально удобные для себя. Ну, а все остальные будут играть по тем правилам, которые будут продиктованы. То есть, для себя вы имеете в виду для Единой России? Ну, для власти. Нет такого, что у власти Единой Россия. У власти некоторая группировка по существу, моя качественная оценка, подчеркиваю для суда специально, мафиозная группировка. Это моя качественная оценка, да. Она действует правилом вообще мафиозных группировок. Удобно, чтобы инструментом была Единой Россия, будет инструментом Единой Россия. Удобно, чтобы инструментом было нечто водянистое, невнятное, непонятное. Единой Россия где-то по боку, значит, будет так. То есть, еще раз, правила будут диктоваться так, чтобы мафиозная группировка осталась несменяемой, безответственной и безнаказанной. Это очевидная вещь. Я Америку не открываю здесь. Ну, вот Вы упомянули выборы мэра Москвы. Ваши отношения к такому, для некоторых, неожиданному результату, который получил Алексей Навальный? Ну, власть приложила очень много усилий для этого. Вот я нахожусь на питерском эхе, но никто же даже не скрывает, что на протяжении нескольких лет не было такой передачи на центральном московском эхо, в котором фамилию Навального не упоминали по 10 более раз. То есть, власть через свои же, подконтрольные ей же инструменты, через прокладку «Газпрома» и так далее, интенсивно раскручивала, вбивала в голову общество, что оппозиция есть вот такая. Вот, либерально-прозападная, никакой другой быть не может. Вот она раскручивала, 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 перед самыми выборами еще и вроде как срок дала. Теперь этот срок заменил на условный, как известно. То есть, власть приложила все усилия для того, чтобы было, ну, так же, как когда-то 10 и более лет назад, когда вот я баллотировался еще в Питере, я помню, всегда инструмент был один. Вот, если есть какая-то реальная альтернатива, ее надо максимально заретушировать, а представить, что альтернатива другая – Иванов или Сидоров. И вот целыми днями вбивают в голову Иванов или Сидоров, Сидоров или Иванов, чтобы никто не думал, что есть еще какой-то Петров. Все. То есть, это инструмент известный, тысячелетний. Вот, здесь тоже, мне кажется, ничего особенно интересного-то, собственно, нет. Ну, а оценка самого Навального, разве он представитель либеральных кругов? Ну, посмотрите, кто он писал. Дитю Альбац и Ижи Смими. Что тут говорить? Кто его раскручивал? Да кто ему программы писал? Программу писал вот этот беглый ректор российской экономической школы. Вот. Ну, мне неинтересно даже обсуждать этого человека, тут не о чем говорить. Это, с моей точки зрения, чистый проект вот этого либерального направления, да еще и с попыткой представить его как национальный, окрашенный. То есть, вот когда, опять же, прошу прощения, я на питерском эхе, на водомосковском эхе собираются люди, беседуют с ним, говорят, ну, прямо националист. Ну, смотрите, националист. Ну, прямо вот какой националист. Да, ну, лапушка националист. То есть, ну, приложены неприкрытые усилия к тому, чтобы вот зачистить для него поляну и представить, что вот на этой поле он должен быть он. Ну, что тут говорить? Я даже лишний раз фамилию не упоминаю. Чистый проект. Хорошо. Вернемся тогда к упомянутым вам националистам. Вы, насколько я понимаю, входите в постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России, это так? Да, ну, мы его с вашим создавали полтора года назад, да? Ну, и, в частности, вот на заседании в сентябре был рассмотрен вопрос о взаимодействии вот этого постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России с КПРФ. И вы даже в рабочую группу там вас включили. Вот, что сейчас происходит в этом совещании? Почему вдруг тенденция к сближению с КПРФ? Ну, я думаю, чисто технические детали, кто в какую группу входит, это никому не интересно. Существенно здесь одно. Опять же, приложены были колоссальные усилия к раскручиванию, так называемого, там, Координационного совещания, или, как это называлось, оппозиции. Координационный совещание. Да, да. Вот он годик просуществовал и умер. Да? Здесь нечто другое, нераспиаренное, когда люди на самом деле попытались собрать вместе не в единую партию, а в единое совещание, да, с тем, чтобы можно было координировать усилия, представители самых разных, разрозненных, в том числе и региональных, и федеральных, ну, национально-патриотических сил, скажем, это не националисты, это национально-патриотические силы. А дальше простой вопрос из того, что вот может интересовать людей, да, где перспектива для России, в чем перспектива для России. С моей точки зрения перспектива для России, я сейчас не говорю о недостатках конкретных лидеров, вождений, вождей, политиков, партий, недостатки само собой, но перспектива в том, чтобы не удавалось разводить по разным углам национал-патриотические силы, там могут быть и монархисты, и православные, и какие-то еще кто угодно, да, и левые силы. Вот если добиться со временем все-таки ясного понимания, что в России единые левые национально-патриотические силы должны противостоять продолжению сдачи и слива страны в канализацию, что происходит сейчас, да, вот, то в этом может быть какое-то будущее. Другого будущего, честно говоря, для страны не вижу. Другое будущее – это просто растворение страны, как в будущем раздробленной какой-то вот Африке под контролем Запада. Ну, это не перспектива для России, которая даст нам шанс на развитие. То есть я прилагаю к этому усилию, насколько могу, удастся реализовать эту перспективу или не удастся, зависит больше уже от наших детей и внуков, я думаю. То есть это такая перспектива, с Вашей точки зрения, длительная достаточно? То есть в ближайшем, скажем так, избирательном цикле себя это совещание не покажет? Никто не предсказывал революцию 1917 года, в том числе февральскую, да, и потом октябрьскую. Никто не предсказывал. Для многих это было неожиданностью, что вот именно сейчас. Вот сегодня есть ощущение, что революционной ситуации нет. При том, что ухудшение положения людей в течение последних полутора где-то лет, оно вот очень зримое. Вот с кем не поговоришь, из предпринимателей, из людей, работающих в бюджетной сфере, очень жёстко всё зажимается. То есть учителям обещают повышение зарплаты, вместо этого резко наращивают часы. Обещали, что не будет повышаться пенсионный возраст, вместо этого создают такую систему, при которой либо ты будешь работать дольше, либо ты получишь совсем мало. То есть по всем направлениям люди, которые в бизнесе работают, они всё больше верят, что они утакаются здесь и здесь в стену, либо они должны сдаться власти и работать под крышей, прикрытием и так далее, и там основную долю, в общем, а если есть какой-то успешный бизнес, передать этому филозную группировку, либо они должны из бизнеса выйти. Везде процесс один и тот же. Но при этом есть общее умыние и ощущение, что революционной ситуации нет. Сейчас. Когда ты спрашиваешься, что будет в следующем бракетном цикле, честно отвечаю, не знаю. Значит, как человек, период вот такого, ну вот мне было 28 лет, когда мы с вами познакомились, да, 27 лет, там, клубе Перестройка, да, это был яркий период жизни для страны, яркий период жизни для меня, да, вот такая молодость и там вступление в зрелость. Как человек, вот этот участок жизни проживший, видевший, как это может происходить, как возникает революционная ситуация, как она вот, как эти тектонические плиты двигаются сюда-сюда и так далее, я понимаю, что многие вещи просто непредсказуемы. Надо работать в долгую на будущее. На будущее, еще раз, если нам удастся объединить какие-то здоровые силы, заинтересованные в национальном развитии России, и не просто, не то, что я левак какой-то, да, но ситуация, когда Россия является лидером по несправедливости, по вот этим дисбалансам между олигархатом и большинством людей, да, когда там огромная совокупная доля всего, что есть в стране, принадлежит какой-то кучке из 30-50 семей, вот, выход из вот этой глобальной несправедливости, он в национальном развитии с определенным левым уклоном, то есть левый уклон, там уклон в какую-то справедливость социальную. Вот именно это надо объединять, на этом пытаемся работать. Ну вот, немножко отойду, посмотрел в чат, там появился к вам вопрос еще до того, как вы начали эту реплику говорить, свою, Дмитрий спрашивает, целиком, зачитывать не буду, там начинается Александр Второго, его реформа там и так далее, ну вот, революционеры как бы все это не оценили и пошли на революцию, потом был ГУЛАГ, где они изгинули. Но хотелось бы спросить Юрия Бодрева, как так можно изменить свои взгляды? Ведь вы были бы одним из основателей «Яблока», а сейчас, как я понимаю, придерживаетесь откровенно коммунистических идей. Данная людоедская идеология уже убила Россию в начале 20-го века, вам не противно, задают вопросы. Дмитрий. Ну, мне казалось, мы с вами это только что проговорили, я только что специально подчеркнул, что я не являюсь человеком, приверженцем именно коммунистических взглядов как раз. Когда в России не то, что было господство бюрократической структуры, системы, ведь мы с вами, вот этот клуб «Перестройки», вот я пришел, вас увидел там впервые и так далее, познакомились в период, когда эта бюрократическая система уже разлагалась. Вот ведь в чем проблема. Это признают все, в том числе и нынешние коммунисты, что она разлагалась, не имея внутренних механизмов самоочищения. Вот, значит, в данном случае мы говорим о чем? С одной стороны, полюс вот есть коммунистический, да, условно сказать, а с другой стороны, полюс, когда Россия занимает первое место по этой глобальной несправедливости. Так и то и другое, ну, я скажем, господство бюрократической, несменяемой, я говорю даже в другой термо, не коммунистическое, бюрократической, несменяемой и оттого разлагающейся системы той, с одной стороны, или господство нынешней олигархической, бюрократической, тоже несменяемой и потому разлагающейся системы с другой стороны. Так и то и другое плохо. Именно поэтому мы говорим о том, в каком направлении надо двигаться. Еще раз, поймите меня правильно, я не являюсь в данном случае даже главным идеологом или что-то, я просто приложил усилия. У нас там есть разные люди. Скажем, Увашов, он человек такой, когда мы активно стали взаимодействовать, он пытался выдвигаться альтернативным кандидатам в президенты. Сейчас ему показалось, что он в чем-то даже как будто поддерживает Путина. Вот я Путина не поддерживаю практически, ну, наверное, ни в чем. То есть я хочу сказать, что у нас там разные люди с разным отношением к действующей власти. Но мы пытаемся объединиться под каким-то фундаментальным подходом, взглядом на то, как должна развиваться страна. Насколько это получается, но все подобные процессы объединения людей, мыслящих, но мыслящих по-разному, они всегда имеют свои большие проблемы. Но вот сегодня это совещание снова собирается, как раз сегодня, вот, во вторник эти совещания. И пока люди находят общий язык, будем надеяться, что это что-то родится. Упомянули вы о пенсионном законодательстве. Правительство внесло в Государственную Думу. Ну, вот, что здесь говорится? В частности, об отмене индексации пенсии у работающих пенсионеров речь не идет. Но в пенсионной формуле предусмотрено стимулирование граждан к тому, чтобы они добровольно, позже выходили на пенсию. Вы об этом упомянули. Если женщина уйдет на отдых не в 55, а в 60, а мужчина в 65, то пенсия, как предполагается, будет выше почти в полтора раза, то есть на 45%. Значит, мой взгляд. Первое. Много раз мне пришлось здесь, в том числе в Питерском Мехе, выступать с вами в том числе. И мы говорили о том, что система, когда люди накапливают непосредственно деньги на своих индивидуальных считателей, индивидуальных и так далее, эта система заведомо мошенническая. По той простой причине, что надо честно признавать, что мы не знаем, что будет с этими рублями завтра. Честную индексацию никто никогда не проводил. Всегда индексация делается мошенническая. Надо признать, потому что, чтобы свести бюджет, надо как можно меньше выделить, потратить, как можно больше с нас содрать. Ну, логика простая. Поэтому замена чисто денежного механизма, механизм вроде как в баллах, коэффициентах и так далее, ну, это просто более честный подход. Это первое. Второе. Рассчитано на то, что мы можем накопить сами себе на что-то, но это полный бред. Накопить могут единицы те, кто способны управлять собственностью и имуществом. Не деньгами, подчеркиваю, а собственностью и имуществом. Эффективно управлять. Те, кто способны передать это детям, всегда там не более 10% населения, значит, те смогут накопить еще что-то в имуществе, реально отдельно и так далее. Все остальные вынуждены будут, хочешь не хочешь, полагаться на то, что будет сильная страна с развитой экономикой. И какие бы мы сейчас с вами коэффициенты не придумали, наши дети и внуки будут решать, какую долю произведенного ВВП отдать нам пенсионерам. Никто ничего другого в мире не придумал. Все, что говорится иное, это ложь и обман. Значит, Россия не занимает такого положения в мире, чтобы хитрыми финансовыми манипуляциями могли заставить работать на наших детей, прошу прощения, на наших стариков, китайцев, французов, немцев, англичан и так далее. Американцы, англичане, французы сегодня через разные в том числе финансовые манипуляции умудряются заставить на их, стариков, работать в том числе и нас. Нам пока такая перспектива не светит. Нам перспектива светит только одна. Если будет сильное государство самостоятельно с развитой экономикой, то наши дети смогут большую долю ВВП отдать нам, будущим пенсионерам. Вот это важно. Все остальное второстепенно. То есть, вот эти все изменения нынешние, как бы Вы считаете, не существуют? Нет, они, конечно, затронут конкретных людей, в ближайшее время выходящих на пенсию. Первое и второе, я уже сказал, из-под тяжка проводится реальное повышение пенсионного возраста. Проводится оно как? Вот мы доведем уровень пенсионного обеспечения, то есть уровень средней пенсии, по сравнению с средней зарплатой, до 30%. Но только в Европе он, значит, 40% и более, у нас он будет, скажем, 30% и до 40%. И до 40% ты получишь случай, если выйдешь на пенсию женщина не в 55 лет, а в 65 лет. То есть, по существу, это скрытое повышение пенсионного возраста. Но еще раз подчеркиваю, тут ведь надо понимать, есть две стороны вопроса. Одна сторона вопроса – есть ли у них закрома, которую они просто придерживают, не хотят пенсионерам давать денег? Ответ – есть закрома. Закрома сегодня – это олигархат. Но я не призываю бить, грабить и делить. Я говорю о другом. Во-первых, должно быть больше строительства, а во-вторых, нужно все-таки выстраивать сильную национально-ориентированную экономику. Когда проводились либеральные реформы, нам все уши прожужжали, что надо не делить, а приумножать совместно. Но с тех пор созидание-то не прибавилось, экономика только разрушается, до сих пор она продолжает разрушаться. По всем официальным статистическим показателям экономика России продолжает падать. Роста промышленного производства нет. А аграрная страна без мощного промышленного производства никогда развитой, самостоятельной, способной обеспечить пенсионеров достойно и так далее, ну, не была и не будет. То есть, надо трезво понимать, что без созидания и развития все равно никаких пенсий не будет. Кстати говоря, вы меня спросили, год ВТО исполнится. Да, год ВТО. Интересует этот вопрос? Да, конечно. Вот прошли конференции, вот мы с вами с тех пор не общались, в марте прошло интересное мероприятие, Московский экономический форум. Кстати говоря, на нем ведь выступало огромное количество и производственников, и ученых, в том числе Российской академии наук. И эти ученые выступали с очень жестких позиций, альтернативных действующим курсу, в том числе и против ВТО, и предсказывали, что будет. Да, я думаю, в значительной степени такая активная роль РАН в этом Московском экономическом форуме, она содействовала тому, что случилось весной, разгрому РАН. Да, вот как раз я хотел бы об этом тронуться. Мы затронем этот вопрос, да. Но я возвращаюсь к году ВТО. Вот были конференции, я вот участвовал в одной из последних, это как Московский экономический форум становится постоянно действующим. У нас была вот недавно, значит, макроэкономическая секция, ролики выложены в интернете, можно найти, макроэкономическая секция Московского экономического форума, это буквально где-то здесь, вот в сентябре, в октябре было. В сентябре, да. Вот. И все данные, цифры, факты, которые приводятся, подтверждают то, что мы предсказывали, что ВТО не даст ни одного положительного результата и приведет только к ускорению краха. Извините, я вас перебью, поскольку мы уходим на Москву. В 13 часов 34 минуты в Петербурге, у микрофона по-прежнему Лев Гальштейн, Сергей Бабайкин за звукорежиссерским пультом, и у нас в эфире Юрий Болдарев, экономист, публицист, бывший заместитель председателя счетной палаты Российской Федерации. Юрий Юрьевич, прервал вас на полусловие, вы не завершили мысли относительно года ВТО России. Ну, еще раз, надо понимать, что вот нынешнее дальнейшее ухудшение ситуации, оно тесно связано с окончательным закреплением нашего вот этого, ну, прошу прощения, подчиненного Западу положения в системе, в том числе, институтов Запада, да, в данном случае ВТО. Значит, никого другого результата быть не могло, никаких шансов на развитие в рамках ВТО нет, вот о чем, подчеркиваю, безусловно, вот, наверное, абсолютно большинство выступавших вот на этих мероприятиях. И в этой связи вот мы затронули, да, разгром РАН, у меня основное средство информации, я сейчас публикую, есть свободная пресса, сайт такой есть, вот, там сидит моя статья, РАН и Сирия, да, ну, и дальше какие-то слова, вот, две операции ликвидации, так нам называется. Так вот, страна, которой не нужна собственная промышленность, зачем ей такие атовизмы, как наука? Да, и наука действительно разгромлена, то есть до этого, тут даже не вопрос в подчинении правительства или в подчинении, то есть вот каждый, кто умеет читать документы, прочитайте, что написано в законе уже после всех поправок. Там сказано, академия наук создается, то есть новая академия наук, не старая, раз, второе самое главное. Значит, вот представьте себе, у вас здесь есть главный редактор, еще что-то, у вас есть какой-нибудь завхоз, да, может быть такое, чтобы журналисты были подчинены завхозу, такого быть не может. А в законе четко написано, что учреждения академии наук, вот эти институты базисные, да, работники которых, ученые, которые до сих пор осмеливались критиковать курсы власти, да, так вот они переходят в подчинение вот этому агентству, создаваемому для управления имуществом РАН. И третье, что, в общем, немаловажно, это агентство, какие полномочия получают. Самое главное, полномочия, оно получает не полномочия управлять этим имуществом, вы не поверите, но получает полномочия собственника. Каждый юрист знает, что такое полномочия собственника. То есть через закон протянут масштабная возможность все это распродать хоть завтра в обход любых программ приватизации. Полномочия собственника – это полномочия распоряжаться, включая чуждать. То есть это разгром, это вот, это действительно, понимаете, вокруг можно говорить все, что угодно, кто там будет назначен и так далее, но из текста недвусмысленно просматривается ликвидация науки как последнего атовизма бывшей великой технологической, инженерной и так далее державы. Ну, еще одно событие, тут, кстати, активно дискутируют преимущественно между собой в чате, периодически полевая вас самыми разными словами. Хороший, добрый юрист. Не кажется ли вам, пишет некто под неком 1, 2, 3, 4, что Россия идет по пути Украины? Вначале испытывают все на Украине, а потом все это идет в Россию. Ну, я бы сказал так, все-таки вот у нас, вот события, которые мы не затронули, 20 лет перевороту 93-го года. Мне пришлось много выступать на эту тему, всяких мероприятиях, ролики есть в интернете, можно посмотреть, разными интересными людьми, в том числе участниками событий. Самое главное, на что я обращаю внимание, чего мы тогда не знали, это была не просто узурпация, это была узурпация в сговоре с традиционным потенциальным, как бы слово назовите, потенциальным противником. Это была сдача страны, потому что, когда я после этого пришел в Совет Федерации, мы увидели указы, подписанные Ельциным после переворота. Один из них, вопрос о соглашении о разделе продукции о механизме сдачи всех наших природных ресурсов оптом Западу. Плюс известна вот эта сделка по продаже всего нашего урожайного урана Западу, США по существу. А мы, когда я был в счетной палате, эту сделку проверяли и установили, что уран оптом продается по цене, продается в кавычках по цене, существенно ниже, чем нам стоит снова добыть и произвести этот урожайный уран. То есть, в данном случае очень важно понимать, что 20 лет назад прошла не просто узурпация, а произошло глобальное предательство страны, о чем мы тогда еще не знали. И мне кажется, важно об этом напомнить. Да. Бирилёва и последствия. Вообще, вот если говорить о мигрантах, о трудовых мигрантов, в Петербурге около 500 тысяч трудовых мигрантов, около 100 тысяч нелегальных. Что делать? Виза это решения? Значит, вопрос, не что делать, это плановое замещение коренного населения страны. Значит, коренное население страны не должно с этим смиряться. Значит, замещение в интересах тех, кому бессловесные, не способные себя защитить, стоять свои права, трудовые стандарты и так далее. Рабы выгоднее любых иного рода работников. Значит, здесь, конечно, общество должно искать способ этому воспротивиться, потому что никакие демократические механизмы не сработают тогда, когда часть населения будет скурена, там, сколота через наркотики и так далее, деградирована целенаправленно, часть оболванена через СМИ, а часть еще просто планово заменена на бессловесных рабов. Никаких перспектив к самоуправлению и саморазвитию уже просто не останется. То есть, этому нужно протестать всеми возможными, по возможности, цивилизованными, по возможности, мирными способами. Это одна из таких глобальных проблем. Опять же, Дмитрий... А, извините, добавлю. Все сказки, я напомню, Гайдар покойный лет 10 назад продекларировал, что наша главная задача, нам не хватает населения, ввозить на страну рабочую силу и так далее. Вот это все ложь и сказки. Надо помнить, кто это декларировал изначально, да, хотя использовали другие уже в своих криминальных интересах. Значит, надо просто трезво понимать, что нет такой проблемы. У нас нет такой проблемы, что нам для обороноспособности или еще для чего-то не хватает работников. Нет такой проблемы. В стране вот такая территория и такое население. И мы сами по себе, в принципе, если поставить четкие, ясные, понятные цели, мы сами способны сделать все, что нужно. Понятно. Дмитрий СПБ задает вам вопрос. В 1993 году Ельцин спас страну. Вам, Юрий Болдырев, сколько лет? 15? Кошмар какой. Знаете, я рад, ад своими глазами видел, и буду Ельцину по грубой жизни благодарен, что он тогда остановил войну гражданскую. Ну, у меня ответ очень простой. Я здесь нахожусь на полностью предположенной позиции. Даже если тогда, в тот период, мне представлялось, что две стороны схватились. Я ведь работал начальник контрольного управления президента с ликвидацией управления. За полгода этих событий был уволен. И у меня не было иллюзий ни в отношении одной стороны. Я видел, что такое президент Верховного Совета. Тоже, в общем, ни ромашки не ухали на лугу. Но одно дело, значит, личные качества и так далее, а другое дело историческая роль. Одни так или иначе защищали демократию в конечном счете, а другие боролись за право, а, узурпировать власть, б, еще раз повторю, это принципиально важно, за право безнаказанно предать свою страну и сдать ее с потрохами потенциальному противнику. Вот это то, что я простить не могу никогда. У нас с вами просто, уважаемый наш слушатель, принципиально разные мировоззренческие представления. Сдачу страны с потрохами потенциальному противнику я простить не могу. Это никакое не спасение страны. Это предательство. И срока давности здесь не в отношении уже покойного президента, не в отношении его соучастников этого преступления. С моей точки зрения, срока давности под таким преступлением быть не должно. Так, ведь тогда Руцкой призывал чуть ли не бомбить Кремль. Значит, вот смотрите, один узурпировал, ввел диктатуру, другой был назначен съездом в соответствии с действовавшей конституцией. Напомню, полномочия президента прекращались автоматически с момента узурпации. Руцкой был назначен президентом, умный Руцкой, ответственный Руцкой или недостаточно что-то. Это все второй вопрос. Назвать Ельцина умным и ответственным, а не предателем изменником я теперь никак не могу. Я хочу сказать, что то, что говорило дело Руцкой, может быть, не все было правильно. Но мы говорим об исторической роли. Одни защищали конституцию, демократию, право страны на самостоятельное развитие, а другие защищали свое право на безнаказанное, узурпацию власти и предательство страны. Но здесь нет никаких оснований из-за того, что что-то нам не понравилось в действиях Руцкого, каким бы то ни было образом, хоть сколько-нибудь обелить Ельцина и его окружение. Тут все однозначно. Спасибо за интервью. Юрий Болдырев, экономист-публицист, был в нашем эфире. Спасибо вам.